добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто века и оператор мы решили сделать небольшой мастер-класс по плетению вот таких вот миниатюрных ромашечек из бисера вот я наплела уже пять штучек они мне нужны для композиции которые меня заказали делала на заказ и я решила почему бы не сделать небольшой мастер-класс и для вас тоже поэтому не будем терять времени приступим к работе для работы нам пода понадобится бисер основного цвета у меня естественно белый жемчужный чешский далее для листочков нам понадобится бисер зеленого цвета у меня смесь китайские китайской рубки прозрачный с радужным покрытием и зеленого огонька чешского и для серединок желтый бисер у меня китайский матовый номер одиннадцатый и также для того чтобы сделать подобие чешелистика мы плести не будем чешелистик но мы с вами будем использовать четырех миллиметровый бисер номер 6 у меня вот такой вот тоже китайские на одну ромашечку нужно всего одна бисеринка поэтому я сразу ее сюда и положу также вам понадобится линеечка ножнички либо кусачки ниточки мулины либо флор лента и проволочка на все я плела на проволочке одного день диаметра на 4 миллиметра вайер номер тони секс у меня серебряный цвет и так мы с вами берем линеечку набираем на проволочку белый бисер и начинаем плести с вами лепесточки оставляем свободный хвостик проволочки примерно 9 10 сантиметров отмеряем с вами 2 сантиметра низочки складываем эту низочком пополам так можете держать операцию делаем скруточку два раза сжимаем вот так вот петелечку далее а придвигаем проволочку рабочую с бисером к основанию петельки и делаем с вами перекрещенную петелечку убираем бисер там где проволочка должна пройти между двумя бисеринками верхушечки переводим проволочку на другую сторону и придвигаем бисер убираем бисер чтобы скрутить петелечку внизу два раза прижимаем нашу петельку немножко приминаем и смотрим чтобы проволочка не сползла никуда то есть у вас получился один лепесточек далее плетем еще два таких лепесточка отмеряем 2 сантиметра передвигаем близко-близко оставляя 2 миллиметра всего свободной проволочки к основанию 1 лепесточка скручиваем петелечку скруточка под петелькой два раза так точно также сжимаем петельку проводим проволочку к основанию петелечки далее бисер располагаем по центру и убираем лишний бисер именно где наша проволочка проходит между двумя бисеринками в верхней части петельки переводим на другую сторону придвигаем бисер к вершине петельки и внизу убираем 2 раза сня . заполняем немножечко сжимаем и таким же образом мы с вами выполняем и третью петельку 2 сантиметра делаем тоже все самое то же самое процедура скруточка два раза прижимаем и отрезаем с вами 2 хвостик проволочки немножечко на пол сантиметра по длине чем предыдущие и так на одну ромашку вам понадобится один вот такой вот элемент состоящий из трех лепесточков и один мы плетём все то же самое только из четырех то есть у вас получается один элемент из четырех лепесточков и один из трех набираем на ту же самую проволочку зеленый бисер на одну ромашку нужно всего два-три листочка самый длинный листочек у нас состоит из четырех сантиметров низочки оставляем свободный хвостик проволочки сантиметров 8-7 скручиваем петельку скруточка под петелькой три раза придаем форму да и на фоне музыкального оформления нашей кинди все очень просто далее следующий листочек средний делается из трех сантиметров низки и самый маленький из двух сантиметров низочки вот у меня эти три листочка здесь есть и все что нам еще остается это сделать серединку которая состоит из пяти петелек каждая петелька из пяти бисерин свободный хвостик проволочки 9-10 сантиметров отмеряем с вами 5 бисерин у меня не калиброванные китайские матовые скруточка под петелечкой два раза снова отмеряем 5 бисерин близко близко к основанию первой петельки скручиваем нашу вторую петельку что скруточка два раза третью петелечку скручиваем тоже из пяти бисерин скруточка два раза так четвертая петелька из пяти бисерин скруточка два раза и пятая петелька из пяти бисерин и скруточка тоже два раза далее мы с вами оставляем свободный хвостик проволочки чуть-чуть подлиннее либо равноценный нашему первому хвостику и сразу придаем форму серединке просто вот так вот аккуратненько закручиваем одну петельку вокруг последующие выбрали основную крайнюю центральная скрутка под этой конструкции два раза вот так приминаем придаем форму серединочки все наша серединка для ромашки готова далее придвигаем к себе два элемента один напоминает из четырех лепесточков один из трех серединку и 3 листочек берем большую нашу бисеринку крупные четырех миллиметровую либо бусинку берем ниточки мулеме прям как они еще и сложение и начинаем с вами сборку наши берем с вами два элемента и прикладываем их друг друга друг другу вот так далее между ними проводим нашу серединку но это еще не все мы должны теперь все вот эти вот 6 проволочных хвостиков пропустить через нашу крупную бисеринку очень аккуратно не пропуская ни одной у меня напоминаю китайская бисеринка если чешская либо японская так вообще будет прелесть теперь конечно же эти зазоры нужно постараться убрать для этого мы немножко тянем вниз наши проволочные хвостики таким образом мы убираем зазоры между бисеринкой и нашими лепесточками приподнимаем наши лепесточки можно сюда мне очень удобно держим чтобы бисеринка не соскочила вниз и начинаем двумя веточками примотали нашу ниточку под бисеринкой 1 2 3 и обратно раз два три 4 закрепляем делаем несколько оборотов под бисеринка и возвращаемся назад для чего мы это делаем первое мы оформляем как бы нашу чашечку чашелистик подобие а второе наша крупная бисеринка в этом случае не соскользнет вниз по проволочке здесь уже утолщение на никуда не денется далее мы с вами аккуратненько обматываем стебель очек сейчас мы обмотаем примерно на два с половиной сантиметра так все на два с половиной и здесь мы уже можем добавить самый маленький листочек листочки у меня прыгающие ну как все как обычно листочки располагаем поочередно то есть сейчас если мы с одной стороны расположили то следующий средний листочек будет располагаться с противоположной стороны на той кайфовой стороне как у зебры в мадагаскаре в мультике на той кайфовой стороне вы можете сделать два листочка и таким образом у вас расстояние между листочками будет больше а можете сделать 3 листочка и расстояние между листочками можно сделать к примеру 22 с половиной сантиметра далее мы с вами с противоположной стороны прикрепляем листочек средний из трех сантиметров продолжаем обмотку вниз опять же все зависит от того какой длины стебелек вы планируете делать у меня стебельки в моих ромашках примерно 10 сантиметров ты все мультики но так у кого есть дети наверное многие знают и так и сейчас я посмотрю да я еще вниз обмотаю хотя я думаю что вот эту ромашечку я бы наверное хотела пониже то есть сейчас я вот два с половиной сантиметра обмотала и хочу примотать вот этот листик хочешь хотим оттуда хочу хочу примотать то тебе нужно будет махонько-махонько красиво не к прекрасенкой да вот смотрите можно закончить так и у вас листочек будет прямо основания ромашечки мне же это не нравится потому что листочки у нее все-таки не основания поэтому виду того что у ниточка какая была отрезочка я хотела использовать мы с вами воспользуемся даю вам такую подсказку да в общем мы с вами сейчас прожим а то не размотаем я домотаю чуть-чуть я чуть-чуть домотаем закреплю капелькой клея эту ниточку и здесь именно вот здесь и добавлю листочек и так на ваших глазах вот клей немножечко как сказать подсох вот эту и застыл и теперь мы мы с вами приматываем прям вот сюда новую ниточку одним двумя виточками и вот здесь я добавляю листочек противоположной стороны и буду дальше вести обмотку делать такие ромашки очень быстро удобно можно сделать небольшой букетик кому-нибудь в подарок какую-нибудь композицию придумать у меня же заказали их композиции вместе с незабудочками поэтому я сейчас вам обязательно покажу что же из этого может получиться все достаточно 10 сантиметров даже чуть побольше высота этой ромашульки закрепляю клеем обязательно если вы планируете сажать эти ромашки делать композицию в горшочек то тогда просто делаете петельку из проволоки ничего не отрезаете и вот это вот ромашка уже готова к посадке непосредственно в горшочек если же планируете вазочку то тогда можете аккуратно обмотать стебелек чтобы не было никаких проволочных хвостиков придаем форму как я говорю этому безобразию макс далее вот эти вот листочки тоже немножечко так вот приподнимаем вверх настолько насколько это возможно лепесточки я прошу прощения серединка должна быть по центру так вот и и минаем немножечко не вижу ничего вот как то так все вот такая вот ромашулька у вас получается у меня вот такие ромашки красивенные получились маленькие плетутся легко и быстро при желании можно сплести целое поле таких ромашек и посмотрите как замечательно они смотрятся с нашими незабудками мастер-класс даже два варианта плетения незабудок есть на моем канале я плела эти незабудки по своему первому мастер-классу без добавления белого бисера здесь у меня в композиции будет опять ромашек вот такая более высокая веточка незабудок и две веточки поменьше вот какая вот какая сейчас конечно это я еще не сажала посмотрите пожалуйста какая вот красота получается единственное конечно незабудки отняли много времени и сил скруточек очень много ну и у кого длинные ногти добро пожаловать в наши ряды ногти ломаются и трескаются ну по крайней мере я всегда этим отличалась не знаю как у вас надеюсь что вам понравился мастер-класс по плетению вот таких вот миниатюрных ромашек из бисера можете создавать композиции букетики добавить их какую-нибудь композицию либо букетик пожалуйста ставьте ваши лайки пишите комментарии обязательно задавайте вопросы и конечно же подписывайтесь на наш с оператором канал кошка 2015 тире цветы из бисера запятая бисероплетение запятаем к что означает мастер-класс ну а на этом все всем пока пока до новых встреч пока